Мы, кстати, хотим сказать, что мы готовы поздравлять сегодня всех с Днём Телевидения. И Наталья Бибикова не исключение. Наташа, с праздником тебя, с Днём Телевидения. Поздравляй нас в ответ. Поздравляю вас, юные коллеги мои. Ой, юные. Юные коллеги. Это нам всегда приятно. Доброе утро. Очень приятно. Итак, Наталья, ты как коллега наша более опытная, уже и просветилась по поводу культурных событий, адженды, так сказать. Можешь ли всем, всей стране рассказать, куда идти, чего ожидать? Обязательно. Доброе утро всем культурным телезрителям. Чтобы не впадать в уныние от хмурой погоды, сейчас ехала... Вы когда ехали, шёл дождь? Мокрый снег идёт уже. Мокрый снег был, да. Не знаю, нас привозили родители, мы слишком не... Ты зачем всем рассказал? Дурыно, да. Надо себя чем-нибудь впечатлять. Разрешите, я вас немного направлю, а кое-что и подарю. Пригласительные билеты, кто-то получит из вас подарок. И сегодня это будет не театр, а концертная площадка. 6 декабря на сцене Дворца культуры ветеранов состоится премьера. Известный бард и актёр Анатолий Длузский представит свою группу «Длузский и Ко». Анатолий неизменно выходит на сцену с гитарой в руке, которая помогает ему превращать песни в яркие театральные сценки. Сложное искусство актёрской песни в исполнении Длузского в своё время было высоко оценено на конкурсе имени Андрея Миронова в Москве, где артист получил гран-при и на конкурсе шансонье в Париже, где он стал лауреатом. Проект «Длузский и Ко» представит барда в новом амплуа. Впервые у Анатолия появился собственный бэнд – баян, в некоторых композициях балалайка, вторая акустическая гитара, бас-гитара и кахон вместо ударной установки раскрасили традиционные бардовские гитарные переборы неожиданными сочными красками. В состав компании вошли опытные профессиональные музыканты, хорошо знающие возможности своих инструментов, способные и на исполнение сложных партитур, и на импровизацию. Новая песня Анатолия Длузского, созданные с учетом расширившейся возможности, зазвучали более ярко и мощно. Ребята просто подпевают здесь, и у нас очень весело в студии. Музыканты работают с большим творческим подъемом, уже полностью подготовлена новая программа. Впрочем, старые известные хиты Длузского, такие как популярная баллада, на концерте тоже прозвучат. И для тех, кто желает попасть на концерт известного белорусского барда, вопрос. Как называлась программа, которую несколько лет Анатолий вел на одном из каналов Белцеля радиокомпании? Думаю, поклонники творчества Анатолия должны знать и обязательно дозвоняться в наш эфир. Напоминаю, номер 211-76-45. Жду ваших звонков. Звоните, отвечайте, получайте в подарок билеты на концерт. А я продолжу и хочу пригласить вас на спектакль, который идет уже очень много лет. И все годы каждый показ не оставляет равнодушным ни одного зрителя. «Механический человек» в театре-студии киноактера покажут 26 и 27 ноября. В главной роли заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Мещенчук. Режиссер спектакля, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. На сцене известные киноактеры страны Анатолий Терпицкий, Юлия Полубинская, Алла Пролич, Ольга Сизова и другие. Лирическая драма по пьесе Михаила Варфоломеева. Театр киноактера рассказывает зрителю очень чеховскую историю о красивых, одиноких людях. О людях с неповторимой жаждой жизни и любви. Они рассказывают историю о нас с вами. Сходите обязательно. Тронет вас, тронет. И еще один анонс. Что у нас на носу? Зима. И в связи с этим, в Национальный академический театр Мяянки и Купалы 30 листопада, распочиная показы легендарного зимового спектакля «Нож на коляды» по Миколаю Гоголю, по стануце Миколая Пенигина. Узнакомитые деканцы Гоголя. Передколядные ночи, богатые на пригоды жарты и цюды, а у деканцы сценичные, яны еще и урожают, ураживают свою театральную фантастичностью. В акула летая у Петенбург на ракете, казаки сядут попросту на даху палаца Катерыны другой, а черт читая самого Гоголя. Усех это створяет святошно пригодницкую атмосферу, какую можно отчуть не только перед колядами, а уже и сейчас. Спешайтесь, потому что потом квитки набыть будет вельми-вельми складано. А сейчас говорим доброе утро самому быстрому из всех наших культурных телезрителей. Здравствуйте, как вас зовут? Добрые ранницы. Добрые ранницы, как вас зовут? Людмила. Знаете творчество Анатолия Длузского? Ну, не совсем, немножко. Познакомитесь на концерте. Давайте отвечать на вопрос. Как называлась телевизионная программа ведущей, ведущим которой был Анатолий? Программа называлась «Поддых струн». Итак, правильно, «Поддых струны» она выходила на канале «Беларусь-3». Спасибо вам огромное за участие, спасибо за то, что смотрите нас. Приятного вам музыкального вечера 6 декабря, а я всем, как всегда, желаю отдыхать культурно. Спасибо большое, Наташа. Непременно будем отдыхать и тоже приобретем билеты на какие-нибудь предновогодние спектакли, чтобы уже пропитываться вот этой вот атмосферой Нового года и Рождества. Ну и на Длузского сходим с тобой, конечно. 6 декабря я запомнил. Обязательно, первым делом.